С общего понятия, что такое сенсорное развитие, это приобретение навыков и знаний об окружающей среде. Дети с помощью тактильных ощущений, фокусовых рецепторов изучают окружающую среду, весь мир, в котором живут. Ребенок от первого года, он как раз и пытается себя все снять, все засунуть в рот, все пощупать, все потрогать. Учеными доказан тот факт, что те дети, чье сенсорное развитие на высоком уровне, их IQ, умственные способности, тоже выше сверстников, с кем они занимаются дома. На самом деле, даже если не все взрослые задумываются о сенсорном развитии, что это такое, им все дети дома занимаются. То есть все, что они щупают, все, что трогают, все, что нюхают, это все их развивает. Если приложить усилия и развивать вот эти вот сферы дополнительно, то ребенок, он как губка все впитывает, и то есть его умственные способности, они повышаются, то есть он развивается гораздо быстрее. Ученым также считается, что первые три года, то есть до трех лет, способности мозга ребенка усваивать информацию настолько велики, что ни один взрослый, ни один профессор, он не может усвоить такое количество информации, как вот ребенок до трех лет. Вот со старшими мы начали, наверное, прямо с дома. Я тогда немножечко такая была. Подпишем. Да, я прямо ждала, и вот прямо с первого дня рождения, то есть мы начали с ними заниматься. Я уже в роддом притащила вот эти вот черно-белые карточки, то есть им показывала, чтобы вот их зрение развивалось. Вот с девчонками чуть позже, то есть мы начали, наверное, с третьего месяца. Вот. Дальше, значит, способы развития. Самый простой способ, вот как я уже говорила, первые три месяца, это вот способ вседозволенности, то есть позволять ребенку делать все. Захотелось ему за волосы потрепать, дать ему потрепать, захотелось ему что-то пощупать, потрогать, то есть дать пощупать, потрогать. Вот есть, конечно, еще и более такие вот узконаправленные способы, то есть это помимо вот игрушек каких-то развивающих, сейчас, кстати, столько много всевозможных разных, и коврики есть, и вот эти вот висюльки, там, не знаю, мобили, за которыми можно и тренажеры, вот, то есть можно сделать самим, можно купить, то есть сейчас очень много всего. Вот, можно вот так же вот подвижные игры со взрослыми, то есть в интернет можно залезть, если даже нет книг, то есть в интернете сейчас информация вот прям очень много. Всякие разные дидактические игры, ну вот принято считать, что с шести месяцев, но на самом деле можно вот уже как-то и помладше, то есть вот мы с трех месяцев занимаемся. Пальчиковые игры тоже можно прям с рождения, те же самые потешки напевать, вот, развивать пальчики, игры с руками ладушки сорока-пелобока, игры с бытовыми кухонными предметами, мы эти посуды посадили, все, что под руку попалось, все дали. Кстати, вот, не знаю почему-то, вот именно на кухонных предметах, как-то вот они больше их отвлекают. Ну точно, наверное. Костыли, каши. Да, вот у нас вот этих вот контейнеров очень много. Перекладывали. Да, перекладываются одного в другой. Вот, игры с водой, то есть игры с водой сейчас для себя мы открыли. Ну я еще с мальчишками это делала, но сейчас вот более так вот, наверное, активно. Делаю желе, то есть, ну, как обычный желатин, там все по инструкции, на дно. А инструкции, ты знаешь, там всех по-разному, там надо прочитать, я не помню. Жель примерно, да. С водой размешиваю там в определенных пропорциях. Да, желатин. И водой все. Да, это все кипячу, как-то, вернее, довожу до кипения. Знаешь, чтобы не закипело. Вот просто разбираю, можно. Потом убираю, это все стынет, туда кидаю игрушки. Игрушки, вот, кстати, я принесла. Так, знаете, приблизительно, что сейчас от схватила. Знаете, вот любая ерунда. Кстати, в фикс-прайсе вот такие вот штуки продаются. Такие, это вообще, вот вроде бы и недорого, но это хватит надолго. И вот они у меня еще, вот это я все покидала, от киндер-сюрпризов. Вот эти вот, у меня все штучки. Еще все, что найдете, все мелочь. Вот, все можно туда покидать и в холодильник. Сейчас есть еще средство такое, агар-агар называется. Такая классная штука. Ее не надо ссувать в холодильник. Я в холодильнике под слежилет, то есть, вот, именно, чтобы они холодные не потрогали. Конечно же, это все будет в рот тащить. Они, да, они ковыряются, там, сначала так аккуратненько пальчик посылают. А потом уже под конец начинается, знаешь, вот такая вот красивая штука. Ну, это все удобно сделать. Ну, то есть, как идут. Вот, агар-агар, он, кстати, застывает даже при комнатной тимфературе. И он становится, знаете, более такой вот какой-то, как сказать, более желеобразный, что ли. Не жиденький, а вот такой вот, прям, как мармеланник. Ну, милая, как желатинка. Да, вот запах, это желатный. А вот не страшно, что они в рот, то есть, вот, крестеринка? Ты знаешь, я даю им в рот ссувать. Они у меня и песок ели, вот, правда, да. Я даю, они в рту подержат. Единственное, что я делаю, я раз в неделю, или раз в две недели, когда как, но стараюсь почаще. Все эти игрушки промываю мылом, потом это все в емкость и покупаю в бурю в глицерине, она 9 рублей, что ли, стоит. Туда прям накапываю, и это все там обрабатываю. Вы не понимаете, что это тоже желательно, потому что проглотят все-таки предмет. Ну, за присмотром. Вот я мальчишкам не давала. Они у меня, да, они все сразу же. Эти же, они немножко другие, они не проглотят, я знаю точно. То есть, они могут подержать, подержать, но и не особо держат. То есть, они как-то так, не сильно, а вот те, да, они могли, чего не дай, они все как бы хотели съесть. Вот. И вот в бурю в глицерине я все это обрабатываю. То есть, если там, ну, там, боитесь грибок или еще что-то, все-таки у нас, например, они валяются. Из подручных материалов у нас очень, вот сейчас вот, на данный момент, нам год и месяц, у нас очень хорошо идут прищепки. То есть, я вырезаю облачко, там, солнышко или просто обычную, там, зеленый картон, и мы делаем, как это, травку. То есть, либо травку, либо лучики у солнышка, либо эти, дождик делаем на тучку. То есть, им нравится. Как тебе? Да, знаешь, вот можно посадить, вот они сидят. Если изначально я с ними сидела, занималась, все, разговаривала, говорила, сейчас им уже это не надо. То есть, им только да, и они уже знают, что нужно делать. Они научились отцеплять, сейчас пробуют прицепить. Вот у Домининки, у нее, видать, еще сил не хватает, а у Праскови, она вот уже пробует. Потом у нас еще мы рыбок кормим. Допустим, она делала червячков из ниточек, там, из бумаги, из чего-нибудь. Например, 5-6 прищепок вот нужно вот зацепить, чтобы вот они вот так вот учились. И ручки развивает, вот это вот движение. Жучки, кстати, любая поверхность, игрушки, скатерти, покрывала, занавески, вот прям прицепляете прищепки. Запускаете ребенка, и он их ходит и ищет. То есть, жучков собирает. То есть, я даю им корзиночки или вот эти вот контейнеры, они собирают, ищут. Для одной делаю повыше, для второй делаю потише, чтобы на них ходить еще. Так у меня та, которая ходит, она все сначала соберет снизу. Потом, да, идем пускать снизу. Поэтому их запускаем в разное время. Вот, что еще? Сортировка. Вот, кстати, для сортировки Юля купила в фикс-прайсе такую емкость уже, ну, как бы с подделенными ячейками. Можно приклеить либо какую-нибудь ту же самую бумагу или картон цветной. Я вот сделаю вот эти вот формы для кексов. Очень удобные. То есть, вот так вот нарезала туда. Это вот у меня уже повылезали. Да, обычная цветной картон. Да, то есть я кладу, даю детям, к примеру, у нас есть, ну, какие-то одноцветные. Вот такие я стараюсь в сортировку не класть, потому что они непонятно, какой цвет, а то ли зеленого, то ли желтого. А вот такие, например, прищепки, вот они стараются класть цвета, знают, ну, пока четыре. Понимают, да, цвета? Знают, да. То есть они с шестими цветами все закрепляем и закрепляем. То есть вот так уберут и все, раскладывают по цветам, тоже занимают их. Единственное, что вот когда ребенку надоедает уже заниматься каким-нибудь там пособием или игрой, нужно вовремя это все убрать. Да, иначе это все будет там потом валяться, все покидает, побросает. Ксюша, а вот продолжительность таких занятий для швы? Ну, я как-то по времени не смотрю. Я смотрю, как ребенку интересно. Все дети разные. Доминика, она может заниматься до 30 минут. Вот одной сортировкой, вот она может 30 минут сидеть, но она ползает вокруг нее, там достает. Прословие меньше, минут может быть 10-15. Вот, то есть все мальчишки у меня, они были более такие вот какие-то подвижные, по 5 минут. 5 минут позанимались, все, отошли, чем-нибудь другим занялись. С четким вообще проще в этом плане. Они какие-то вообще вот прям другие. С ними прям легко, чем вот с мальчишками. Мальчишки немножко посложнее. Может быть, у меня так было. Вот, потом, значит, что еще? У меня нет сенсорных карточек. Вот, я их, я сейчас покажу. То есть это обычные картонные карточки, на которые можно приклеить все, что угодно. В общем, вообще абсолютно все. Сейчас я покажу. Кстати, вот такие вот черно-белые рисунки для новорожденных. Ну, не рисунки, а картинки. То есть они разные бывают. А как они называются? Знаешь, я не знаю. Можно в интернете набрать черно-белые картинки для младенцев. Или чем такое. Вот они вот прям так вот подвешиваются. То есть из них можно кубики сделать. Сначала черно-белые, потом уже ближе к трем, ну, наверное, два с половиной-три месяца уже цветные. Вот они, сенсорные карточки. То есть это обычная картонка, на которой приклеены ткани разной фактуры. Правым ощупаем. Да, да. Эти, кстати, крышки от Флутоняни. Тоже картейнеры, фикс прайсы купленные. Это стиральная машина. Те же самые цвета закрепления. То есть дети кладут, что куда стирать. Это вот тоже цвета. Кстати, тут можно и цвета. Это поднос. И, например, найди угол. Вот у нас тоже вот сейчас вот буду вводить, чтобы было понятие угла. То есть вот это либо соленое тесто, либо вот продаются куча вот всяких разных. Ну, я вот сама варю тесто. И как ты его варишь теперь? Я, значит, просеиваю муку, делаю соленую водичку. Эту соленую водичку прям нагреваю, прям, чтобы был кипяток. Вот это все запариваю. В эту соленую водичку заранее кладу какой-нибудь краситель. Или краситель уже после того, как уже тесто запарилось. То есть я запариваю и это вымешиваю. Прямо сначала ложечкой. Вот потом, когда оно немножечко подостынет, уже начинаю разминать руками, если нужно добавлять. Кстати, можно добавить крахмал. Оно более мягенькое такое получится. И еще добавляю в воду растительное масло. На глазу все. Да, просто запариваю. Вот и разминаю. Оно получается, знаете, по консистенции, как вот плейдол. То есть такое же. То есть можно из шприца его, как угодно. То есть оно такое вот прям приятное. Ну, это тоже изучение транспорта. Вот красный цвет. Вот наподобие такого у нас. Тоже вот развитие. Кстати, вот эти вот штучки такие. Они, правда, дорогущие. Очень классные. Это да. Что? Это игрушки вот эти. Кинетические. Кинетические, космические. Я тут хотела на Алиэкспресс заказать, но нашла на Авито магазин, где за 900 рублей можно 3 килограмма купить. Да, это красный. Прямо вообще. То есть вот тоже сортировка по цветам. Это тоже сортировка. Тоже. Тоже фикс прайсе. Да, и эти камешки. А еще очень хорошо идет, как его называют, гранометал. Напомни, Юль. Грунт для цветов. Заливаешь водой. Ну, поменьше. Ну, поменьше. Али увеличивает. Да. Господи, как это называется-то? Я тоже не знаю. Забыла. Маленький. Мои стали его есть. Как мне тоже. Хотят съесть. Поэтому я маленький. Тут мне кто-то подарил 9 штук вот таких вот прям больших. Они такие классные. Они такие классные. Вообще. Вот это тоже с вами песок. Песок. Тоже с вами кстати фирма. Вот эти штучки делаются из газет. Берете карандаш, газету или журнал там, закатываете. Игрушки. Лего. Да. Они там прям такие резиновые. У них четкие. Не страшные. А вот именно красивые. Там целый набор. По-моему, в районе 700. Блин. Там много. И это тоже вот сенсорная коробочка. Там засыпан горох. Можно кстати разную тематику. Можно сделать море. Тут, к примеру, там манку посыпать. И тут синее там желе какое-нибудь. Вот. Пальму поставить, чего-нибудь там наделать. Можно ферму сделали. Это кстати очень классное. Мы с мальчишками делали. Каждой рыбке нужно подобрать свой аквариум. То есть в носочке наполнители. И нужно также найти пару. А здесь приклеено. Сложно конечно им, но потом они это все равно уже начинают понимать где что. Тоже сенсорная коробочка. Из подручных скотцов мы сделаем. Это все рисовалки. Кстати, вот Полина Маша. Очень рекомендую эту мамочку. Это вот тоже для всяких разных развивающих. Это дуршлаг. Вот этим девочки могут оказывается они так долго заниматься. Что это такое? Трубочки. А трубочки засовывать в дуршлаг. И что они с ним делают просто? Засовываются. А, засовываются. А они могут сидеть и засовываться. А в дуршлаг только у нас дырка меняется. У меня такой есть. Это не киевский вроде бы. У меня просто маленький. Да, это вроде бы не киевский мне кажется. Тоже сортировка каждому к нам. Это вот как раз сенсорные коробочки. У меня мелкие и он спички у меня засовывается. Вот. Это вот можно как бы так. А можно просто не распечатывать, а вырезать с обычной. Кстати, вот эта вот штука. Я всё её хочу сделать. Это коробки обычные из-под сока. Вот этот вот навык закручивания. У нас научилась она откручивать кремики. Вот она вот прям в тюбике уже может. Кстати, говорю, ребёнок сам подсказывает сейчас. Тут у нас тоже коробочка из-под сока. Достала трубочку, засовывает, показывает мне, что вот тут ей тоже надо сделать. Дырочку. Я сделала дырочку, она сидит, сует. Это тоже сенсорная коробка. Пальчиками водить. Да. То есть тоже. И кушать. Мы прогрызаем. Да. Вот это вот изучение цветов. Тоже прищепки. Это зелёная коробка. Вот ячейку. То есть можно обычную ячейку покрасить. Обычные крышечки или там чего-нибудь. И пусть туда находит по цветам. Очень быстро. Вот этот набор, девочки, так советую. А где вот? Алиэкспресс. Ты знаешь, либо вот у них в магазине. В принципе, цены не такие дорогие. Майсенсориум. У них есть как по отдельности можно купить за 200 рублей штука вроде бы. А можно купить прям набором. Но набор 1100 у них стоит. Там 4, что ли, или 5. Вот. Очень, кстати, хорошо тоже по методике Марии Монтессори переливание. Или вот пинцетом или пипеткой также жидкости переливать. Мои сейчас могут только вот эти вот с кружечек переливать. То есть они научились, а пипетки им пока еще нет, вот не получается у них. Ну тоже вот цветобаночки обычные под фрута няней. Не знаю, изолентой цветную обклеили. Ой, тоже классно. Нарисовали девочку или лошадь и подстригать. Вот они прям очень долго так подстригают. Вот эти вот игрушки, они как раз сделаны специально для сортировки, но они такие дорогие. В общем, вот, все. Сейчас я расскажу тогда еще про две методики. Про методику Марии Монтессори и про Глена Дома. Значит, Мария Монтессори на самом деле уникальная женщина, которая жила в 19 веке в Италии. Она всю свою жизнь преследила детям и создала такую методику. Изначально, конечно, она ее создавала для детей, отстающих в развитии, но потом это вот как бы стали применять и на обычных детей. Как вы заметили, что есть результаты. Вот ее, значит, методика, она состоит из трех частей. То есть первая это ребенок, окружающая среда и учитель. То есть в центре этой методики, значит, сам ребенок, вокруг него создается окружающая среда, где он сам самостоятельно развивается, обучается. Вот, а учитель, он как бы находится в стороне всегда, вот, наблюдает за ним. Вот, и если ребенку нужна помощь, только тогда он начинает ему помогать. А так ребенок сам выбирает, чем ему заниматься, где ему заниматься. То есть он подходит, выбирает себе пособие, материал, уходит там, стелит себе там коврик, садится и занимается. И она еще, вот, чем нравится детям, чем ее, почему ее любят. Потому что она вот как раз сделана, вот основана на их потребностях. То есть она, вот Мария Монтсори, как-то заметила, что дети от года до трех любят разные предметы вставлять в какие-то там, не знаю, емкости. Вот, и у нее создана целая серия пособий, вот именно как бы основаны на этом, чтобы там те же самые вкладыши, рамки вставлять. Дети, вот, чем еще вот хорошо, то что учитель, он в основном как наблюдатель, вот, а ребенок, он сам может увидеть свои ошибки, то есть где он сделал что-то не так и сам их может исправить. То есть учитель, по факту, нужен только вот вначале показать, как им заниматься. И обычно дети, вот, дома на самом деле очень сложно создать вот эту вот среду, потому что слишком много вот этих пособий, слишком много всего. То есть это надо переделать полностью быт, полностью все, квартиру, весь дом. Вот поэтому в основном вот такая вот среда, она в детских садах, в центрах. Вот и дети, которые ходят в такие сады, они уже, те, кто знает, каким пособием, как играть, они просто подходят и сами себя занимают, сами работают. То есть это учителя, они вот никого не ходят, наблюдают все время. Там, если видит, что что-то вот не так, там, где-то надо правильно сказать. Или ребенок сам позовет, вот тогда вот он как-то вмешивается. Вот. Дома на самом деле можно какие-то взять элементы, методики. То есть те же самые вот эти вот сенсорные коробки, вот, то есть те же самые вот эти вот переливания. То есть это все можно повторить из каких-то подручных средств, конечно, полностью. Или вот я сейчас пытаюсь как-то среду им создать. Сделали, то есть у нас было две кроватки детские. Одну мы собрали, а вот этот вот матрас, то есть он у нас стоит как внизу. Так как дети спят со мной, и этот матрас, он просто служит таким дневным местом пребывания. То есть смысл вот этой среды. То есть там все должно быть вот именно на уровне ребенка, чтобы он сам мог все сделать. Девизом, значит, методики, то есть девиз методики, помоги мне это сделать самому. То есть не ты там делаешь, да, за ребенка, ты просто ему помогаешь, чтобы он сам это сделал. Вот, а методика Глена Думана, она такая, как сказать, узконаправленная, наверное. И ее принцип заключается в визуальном восприятии мира. Продолжение следует. Продолжение следует...